Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы рассмотрим случай рубцово-измененной уздечки после пластики уздечки. Достаточно редко бывают на половых органах рубцы, которые относятся к гипертрофическим рубцам или к келоидным рубцам. Кожа полового члена, крайней плоти, хоть и достаточно часто подвергается операциям циркумцизи или обрезания и другим воздействиям, наиболее часто – пластиковые уздечки, однако довольно редко образование гипертрофированной рубцовой ткани. Однако, естественно, оно возможно. Что такое гипертрофические рубцы? Это те рубцы, которые выходят активно за пределы рневой поверхности. То есть, когда мы, допустим, травмируем, срезаем какое-то новообразование или просто участок кожи, то на поверхности этого среза постепенно образуется рубцовая ткань, которая представлена рубцовыми клеточками и коллагеном и эластином. Однако в ряде случаев происходит разрастание рубцовой ткани, при минимальном воздействии происходит максимальное разрастание. И сегодня мы посмотрим фотографии, когда после пластики уздечки произошло непосредственно не только образование гипертрофированных рубцов на месте пластики, но и изменение рубцовой самой уздечки. Пластиковые уздечки – это когда происходит укорачивание уздечки, как правило, это врожденная, скажем так, слабая растяжимость уздечки, которая, по сути дела, тяж, который соединяет головку члена и крайнюю плоть. Когда длины уздечки не хватает, то на поверхности ее образуются трещины, часто это бывает в том числе в предначале фимоза или склеротропического лишая, когда уздечки начинают рубцово изменяться. В этом случае урологи применяют такую операцию пластиковые уздечки. По сути дела, это разрез повдоль и сшивание поперек. Тогда, соответственно, происходит уздечка идет, к примеру, мы разрезаем ее и сшиваем вот так, тем самым образом удлиняем длину кожного тяжа. Интересно, что здесь подверглась рубцовым изменениям не только местная операция, но подверглась рубцовым изменениям и сама уздечка. Вы можете видеть на картинке, я ощупывал достаточно плотный тяж. Что в этом случае делать? Ну, на самом деле, достаточно, скажем так, нетипичный случай. И здесь, в принципе, не столько урологические, сколько драматологические возможные какие-то воздействия. Однако, воздействие на рубец с целью, ну, когда он уже достаточно сформировался, то есть, представьте себе уздечка, это, по сути дела, превратилось полностью в рубец. Она плотная, она рубцово-измененная, и здесь, по сути дела, требуются только те средства, которые, по сути дела, уменьшают толщину этого рубца, и здесь и неудобства при половом контакте, потому что рубец не растягивается, он плотный и непосредственно пользуется таким половым членом, где плотный тяж находится, крайне неудобно и больно. Ну, что здесь можно сделать? По сути дела, здесь те методы, которые частично удаляют потибу-житковазу, введение препаратов гормональных потибу-дипроспаллингенолога в уздечку, но уже в очень небольших дозах, потому что сам рубец длинный, такой цилиндрический, наиболее часто используют такие комбинации, то есть, непосредственно, что жидкий азот с введением кинолога непосредственно в область данных рубчиков, как в области основания уздечки, так и в области самой уздечки, то есть, по сути дела, для этого мы используем иглы для плазмолифтинга. Также плазмолифтинг может использоваться при данных рубцах. Ну, что касается использования того же самого фотодинамического лазера. Можно ли его использовать? Без сомнения, можно, но пробить толстый рубец он не может. Вообще, фотодинамика при наружном применении воздействует на глубину 2-3 мм. Поэтому такой толстый рубец, как сомневался здесь, либо надо проводить чуть немного процедур, и это все годами будет течь, либо использовать более жесткие методы. Это как раз жидкий азот, это как раз соответственно введение кинолога или депроспана, и соответственно в ряде случаев плазмолифтинг для восстановления. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам-урологам на нашем сайте в разделе «Клинические случаи».